Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу. Меня зовут Татьяна Молокова. За первое полугодие 2020 года Чувашская Республика поставила за границу продукцию агропрома на 21% больше, чем за такой же период прошлого года. В страны ближнего и дальнего зарубежья отгружено сельхозтоваров на 13 миллионов долларов. Продукция экспортировалась в 27 государств мира. О том, что уходит в зарубеж и как стать экспортером, мы будем говорить сегодня с заместителем министра сельского хозяйства Сергеем Лисицыным. Сергей Валерьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Валерьевич, расскажите, что сейчас котируется на зарубежном сельхозрынке? Как Чуваши выглядят на этом фоне? То, что касается экспорта, вы привели цифры за полугодие. Я хочу сказать, что уже по итогам прошедших месяцев на 13 сентября Чувашская Республика экспортировала продукции уже на 19,7 миллиона долларов. Это на 30% выше уровня прошлого года. В прошлом году мы экспортировали в 37 стран мира. Мы экспортируем в Чувашской Республике мясную, молочную продукцию. Эта доля экспорта составляет 2,6 миллиона рублей. У нас экспортерами является агрохлодная тюрьма. Волга Айс экспортировала отгрузка мороженого в прошлом году в Казахстан. Также Чебоксарский городской молочный комбинат. Мастичную культуру мы экспортировали на 1 миллион 450 тысяч долларов. Это больше уровня прошлого года на 12%. Экспортируем в Польшу, Румынию, Бельгию. Ну и также, конечно, у нас основную долю экспорта составляют и кондитерские изделия. Их мы экспортируем на сумму 12,7 миллиона долларов. Но это продукция нашего оконда. Также экспортируем зерновые, ну и прочие культуры, к которым относится картофель. Сергей Валерьевич, какие особенности экспорта сельхозпродукции из Чувашии Вы называли предприятие? Что у нас сейчас уходит? Сырье или переработка активней? Ну вот как раз то, что касается особенностей. Хочу сказать, что в Чувашской республике активней и большую долю составляет, конечно, переработанная продукция. Не сырье. Если в России в целом доля переработанной продукции составляет 30%, то в Чувашии эта доля составляет 80%. Ну это хорошо, я так понимаю, для нашей республики. Ну это хорошо, потому что переработанная продукция, она и стоит дороже, чем сырье. Поэтому здесь ситуация лучше, чем в среднем по стране. Сергей Валерьевич, Вы называли некоторые страны, а в какие еще уходят продукции Чувашской республики? Ну у нас, как я говорил уже, да, уходят во многие страны, но эти страны, они периодически добавляются, меняются. Ну у нас вот основные страны, куда мы экспортируем, это доля, которая составляет 85% экспорта в эти страны. Это у нас Китай, Китай, доля экспорта в Китай 50%. Потом, значит, на втором месте у нас Белоруссия, Германия, Украина, Казахстан, ну и Азербайджан. То есть ближние и зарубежние страны бывшего Чувашевского союза? Да. А есть какие-то предпосылки выйти дальше в Европу, с Евросоюзом работать больше? Ну конечно, предпосылки есть, нужно развиваться, мы ищем пути, тоже взаимодействие с этими странами, со всеми странами. И как бы наши экспортеры, вот они находят возможность расширять эту линейку экспорта. А кто успешнее на таком рынке, кто успешнее работает на экспорт? Это вот крупные предприятия или фермеры? Кому легче? Ну, знаете, на рынке работает, наверное, лучше тот, кто обеспечивает поставку качественной продукции, в первую очередь. Здесь нет деления, я бы сказал, крупным, но им, наверное, конечно, немножко легче работать, чем фермерам, да, в плане объема поставки. Но, тем не менее, здесь на первом месте стоит, конечно, качество продукции. Также у нас продукции экспортируют и фермера, успешно это и масличные культуры, экспортируют буксивок, ну и зерновые тоже. Ну вот они сырьем, наверное, да, торгуют? Ну они, да, сырьем, а крупные предприятия больше уже переработка. А вот, допустим, есть предприятия, есть фермеры и хотят они работать с зарубежными странами. Как стать экспортером? Какие требования нужно соблюдать? Здесь к экспортерам, конечно же, предъявляются требования, причем эти требования зависят от тех стран, куда мы экспортируем. То есть у каждой страны есть определенный перечень требований. Но то, что касается продукции животноводства, здесь нужно, конечно, в первую очередь сформировать заявку в системе ЦРБР. Это система контроля учета в области ветеринарии, ветеринарного надзора. То есть формируется заявка, назначается дата, когда выезжает комиссия на предприятие, уже составляет акт проверки. И по результатам этой проверки предприятие должно попасть или не должно, скажем так, в реестр экспортеров. Если оно попадает в реестр экспортеров, то уже дальше, соответственно, имеет возможность поставлять продукцию на экспорт. То, что касается растеневодства, здесь нужно обращаться в Росельхознадзор. Если вы подготовили партию продукции, обращаемся к специалистам Росельхознадзора. Тоже выезжает представитель, отбирает образцы. Ну, эта продукция, как я говорил, она уже должна обязательно быть проанализирована на соответствие качеству. То есть там выявляются микроорганизмы, вредные сорняки, которые являются карантинными для той или иной страны. Потому что где-то у нас, например, это не является карантинным, а в странах экспортеров, куда мы хотим, это карантинный сорняк, например. И также, даже, к слову сказать, могут быть вредители даже в древесном упаковочном материале. Также все проверяется. И если продукция соответствует качеству, то выдается фитосанитарный сертификат на продукцию. А ты после этого можешь... А какие требования жестче? На вывоз нашей продукции или на ввоз? Где строже требования? Ну, я думаю, что требования, конечно же, мы тоже в свою страну не хотим допускать ни каши, ни продукции. Поэтому требования, наверное, везде одинаковы. То, что и к нам, то, что и на вывоз. В любом случае проверяют и контролируют одни и те же органы. И получается, что и Россельхознадзор, и ветеринарная служба, да, они владеют всеми стандартами всех стран? Ну, есть, да, конечно, перечень вот этих вот требований всех стран. То есть нужно изучить сначала информацию по той стране, куда хотим экспортироваться. И там, конечно, указано, какие требования предъявляются. Ну, судя по качеству, наверное, мясной продукции, мне кажется, Чувашская продукция отвечает всем стандартам или нет? Ну, однозначно сказать, конечно, мясная продукция, конечно, хорошая качество. Но, тем не менее, ведь все зависит, может быть, и от партии, от добросовестности поставщика. Но, конечно, предприятия заинтересованы поставлять качественную продукцию. Потому что, если они допустят какую-то некачественную продукцию в ту или иную страну, конечно, уже впоследствии дорога им, как экспортерам, будет немножко закрыта, скажем так. Потому что страны уже сделают соответствующие выводы. Ирина, мы нужно соблюсти. Да, обязательно. Сергей Валерьевич, скажите, на какую поддержку могут рассчитывать предприятия, если они собираются работать с экспортом? То, что касается поддержки, здесь, конечно, есть несколько видов поддержки. У нас поддержка, оказывается, на сертификацию продукции. Возмещается из федерального бюджета от 50 до 90% затрат. Есть тоже поддержка на сертификацию продукции из Чувашского бюджета на выдачу сертификата. Ну, там от 10% и до 50% затрат в случае получения сертификат соответствия за приобретение права товарного знака «Чувашский биопродукт». Ну, это, скажем так, продукт, произведенный на территории Чувашии, приближенный к органическому продукту. Без применения средств защиты растений, скажем так, пестицидов. Если это животноводческая продукция, то там не должны применяться антибиотики, ГМО. То есть продукт максимально приближенный к натуральному. Также осуществляется поддержка на транспортировку. Это морской транспорт, автотранспорт. То есть там субсидируется затраты до 50% затрат. Ну, и осуществляется поддержка из новшеств. Я тоже хотел бы сказать, что Чувашская республика в числе 39 регионов в этом году также за счет федерального бюджета и софинансированности республиканского бюджета получает субсидии сельхозтоваропроизводителей на стимулирование увеличения производства рапса и сои, то есть масличных культур. Спасибо большое, Сергей Валерьевич. Видно, что у нас экспорт растет с каждым годом. И когда кто-то из жителей Чувашии выезжает за границу на отдых или в командировку и видит в магазинах продукцию из родного региона, конечно, ощущается гордость. И надеемся, что количество такой продукции будет расти. И не только жители Чувашии, но и европейцы будут знать, что в Чувашии, пускай, эта самая качественная продукция, будут ее покупать. Да, совершенно верно. Спасибо большое, Сергей Валерьевич, за беседу. Я напомню, что сегодня об экспорте сельхозпродукции мы говорили с заместителем министра сельского хозяйства Чувашии Сергеем Лисицыным. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok